А вообще за пять месяцев внедрения новой программы по обращению с ТКО больше всего обращений от граждан поступило из Сыктывкара и Сосногорска. Много и от жителей сельских районов, Усть-Вымского, Сыктывденского и Троицко-Печорского. Только через соцсети в адрес общественников поступило около 200 жалоб на управляющие компании. Определились 10 самых популярных тем, в числе которых начисление платы за неоказанную услугу, выставление двойных квитанций и даже выставление квитанций на пустые участки земли, где дома строить только собираются. По каждому такому случаю общественники работали индивидуально. Удалось добиться перерасчетов за ошибочно выставленные счета 11 заявителям. Удалось добиться исправления ошибок в счетах, то, о чем я говорила, когда неверно вносились данные в платежные документы, 18 заявителей. Удалось добиться, это самое было для нас тяжелое, обнуление счетов за непостроенные дома. То, о чем я говорила, когда у собственника есть земельный участок, дом еще не построен, в некоторых ситуациях даже еще фундамента не было. То есть это не то, что недостроен, вообще дома нет. Это 4 заявителя и 12 стадий еще проработки. Бум непонимания принципов работы новой системы обращения с ТКО, по мнению общественников, вызван недостаточным разъяснением через СМИ. Эту работу необходимо усилить. Кроме того, члены общественной палаты предложили открыть единую горячую линию для сбора нареканий, поскольку не всем жителям удается дозвониться до своих муниципалитетов. Продолжение следует...